Дематериализация Дематериализация Тогда те из так называемых антисперитов, которые признав факт материализации, все-таки недоумевают, если убедятся, что медиума нет на занимаемом им стуле в темном кабинете, оказываются более спиритами, чем сами спириты, так как очевидно хотят, чтобы материя медиума сохранилась, а все-таки материализованная фигура создалась. Но из чего же? Смотри Битнера, верить или не верить. Откуда мы в сокращении заимствовали изложенные здесь факты и рисунки? Из всего изложенного ясно, что без допущения души, то есть разумной духовной силы, немыслимо объяснить явление медиумизма, невозможно понять сущность и свойства материализации, которая несомненно существует. Против этого ничего не говорят несколько случаев замешанных обманов, допущенных некоторыми профессиональными медиумами с целью наживы. Ведь если встречается фальсификация, например, пищевых продуктов, то отсюда еще нельзя делать вывод, что все пищевые продукты подделаны и все продавцы обманщики. Ввиду важности этого вопроса, мы помещаем далее ряд статей с целью выяснить его, насколько возможно лучше. Григорий Девченков. Григорий Девченков. Григорий Девченко. 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 Отношение медиума к материализованной фигуре Солидарность медиума с материализованной формой становится очевидной и вполне понятной, говорит А. Аксаков Наблюдалось много раз, как физические впечатления, ощущаемые материализованной фигурой, отражаются на медиуме В моем анимизме я привел интересный случай поранения ножом материализованной руки, боль от которой ощутилась медиумом На сеансах миссис Эсперанс много раз наблюдалось, как уколы материализованных рук чувствовались медиумом Я сам присутствовал на одном сеансе, когда фигура погрузила свою руку в горячий парафин А медиум воскликнул в то же время, что его обожгло Мы имеем наконец единственный случай, сообщенный пяти свидетелями, замечательно поясняющий эту солидарность На одном из сеансов с Монком образовалась мужская рука на глазах присутствующих Выйдя из левого бока медиума, она при хорошем освещении оставалась все время на виду Фигура была вполне материализована, а лицо ее руки и ноги при полном газовом освещении тщательно исследовано Сверх того она дала обращение к своей силе, поочередно поднимая присутствующихся стульев Это за вещами мимоходом доказывает нам, что гипотеза почти полной дематериализации медиума Соответствующей полной материализации фигуры, изложенной выше, верна, не безусловно, ибо здесь медиум оставался телесно видим и осязаем Вот этот случай, привожу его буквально Тогда был предложен опыт единственный в своем роде, именно чтобы фигура выпила стакан воды Когда она исполнена это перед нами, так как мы это видели и слышали То это же самое количество воды точно же вылилось изо рта медиума Новое доказательство того, насколько общего бывает иногда, если не всегда Между вкусом и ощущениями психической фигуры медиума, из которого она образовалась Существует предание, что призраки боятся меча Даже во время более близких к нам встречаются факты, подтверждающие это поверье Так, в семнадцатом веке, у Глан Вилли в рассказе о заглавленном Тетворский демон Мы считаем, что лакей, господин Момписона, в чьем доме демон, не давал никому покоя Будучи ночью, преследуем призраком Брал в руки свою шпагу, и призрак исчезал В другой раз призрак хотел отнять у него шпагу, и между ними возникла борьба Но как только лакей овладел шпагой, призрак исчезал Было замечено, что он всегда старался избегать ее Согласно современным наблюдениям в новой таинственной области гипнотизма Чувствительность кожи переносится с ее поверхности на некоторые от нее расстояния Образуя как бы чувствительный слой вокруг тела загипнотизированного Так, если прямо уколоть кожу, он ничего не чувствует А если уколоть воздушный слой в некотором расстоянии от кожи, он чувствует укол Эти явления носят теперь название экстериоризации чувствительности Полная экстериоризация жизненного психического тела Мы видели, что то же самое происходит в явлении материализации Которая может быть признана за самое полное развитие экстериоризации Таким-то образом предание и современный опыт подают руку друг другу Аксаков Личные ощущения медиума во время материализованного сеанса По его собственным показаниям Эта статья составляет одну из глав расследования А.Н. Аксакова О Гельгстинг-Форксом сеансе «Миссис Эсперанс» Напечатан в его немецком журнале «Мисс Эсперанс — единственный мне известный медиум, не впадающий в транс в материализационных сеансах» «Находясь в Готенбурге в 1890 году, я воспользовался этим случаем, чтобы предложить медиуму ряд вопросов относительно его физического и умственного состояния во время материализационных сеансов» «Миссис Эсперанс самым любезным образом согласилась исполнить мое желание» «Я предлагал вопрос, а мистер Федлер стенографировал ответы медиума» «Хозяин дома, где происходили Готенбургские сеансы» «Затрудняясь в то время согласовать это совершенное раздвоение тела медиума, это, говоря языком современного гипнотизма, полную экстериоризацию с ясным сознанием медиума, что он сидит на своем месте в кабинете» «Я не решился тогда опубликовать эти ответы» «Теперь же, после гельсингсфордского явления, служащего наглядным примером того, что может произойти на еще высшей степени этой фазы медиумических явлений» «Я считаю себя вправе придать гласности ниже следующие материалы в убеждении, что придет время, когда они будут оценены по достоинству» «Вот вопросы и ответы медиума» Первый вопрос Что вы чувствуете, телесно и умственно, сидя в темном кабинете, когда явление начинается? Ответ В самом начале, когда я усядусь и занавески задернутся, я чувствую потребность знать, сидят ли члены кружка как следует по своим местам Когда занавески задернуты, мое внимание обращено на присутствующих «Если среди них беспорядок, то я чувствую себя возбужденный, и пока все не устроится, я недостаточно покойный для того, чтобы могли начать все явления» «Когда же наступает полная тишина и спокойствие, я чувствую, что ни о чем более не заботюсь даже о себе самой И чем долей я сижу, тем менее заботюсь о чем бы то ни было Заявляю же я, что кто-то находится в кабинете лишь потому, что считаю своим долгом извещать о том присутствующих А совсем не от того, что это имеет какой-либо интерес для меня самой Когда в кружке кто-либо двигается или меняет место, то как будто разрывает этим какую-то связь и причиняет остановку в явлениях В последнем сеансе я почувствовала, что кто-то ушибся Но кто это был, я насколько и насколько силен ушиб, этого я не знала Первое, что я чувствую, когда покойного сядусь в кабинете Это как бы паутину на лице и на руках И тру тогда лицо и руки Чувство это проходит, и я начинаю ощущать, как воздух наполняется каким-то веществом И мне становится тяжело дышать Когда же это проходит, я знаю, что фигура сформировалась Начинается явление ощущением паутины, которая в продолжении всего сеанса уже не возвращается И только в одном случае, если сеанс прерывается, ощущение паутины является снова Когда сеансы не удаются, я замечаю, что паутина все время не исчезает И, по-видимому, не является ни фигурой, ни других признаков материализации Если через занавеску проходит ко мне, хотя небольшой свет Я могу видеть белую парообразную массу, движущуюся вокруг, как пар из локомотива Я часто вкладывала в него руку, чтобы исследовать, что это такое Так сказать, ощутить этот пар Но ни разу не имела такого ощущения, что рука моя до чего-нибудь дотрагивается Вижу я это не так часто Да и в очень редких случаях Проявляется у меня достаточно любопытство исследовать, что такое этот движущийся пар Меня это до некоторой степени интересует лишь потому, что другие могут быть этим заинтересованы Иначе я бы оставался вполне равнодушный После того, как этот пар в продолжении нескольких минут, а может быть и получаса клубится и двигается во все стороны Он вдруг останавливается, и я знаю, что возле меня уже стоит живое существо Движение пара может продолжаться не более минуты, и живое существо уже появляется Одновременно с ощущением паутины я начинаю испытывать чувство пустоты Но замечая его только в самом начале, хотя и позднее, как мне кажется, оно меня не покидает Когда я пробую двинуться, то не сознаю расстояние Я не могу сказать, насколько далеко я подвинула палец Когда же он двинулся, я не могу сказать, где прекратится его движение Это можно сравнить с движением членов в воде Законы тяжести как будто приостановлены Я знаю, что становлюсь, так сказать, все более и более бесчувственной И хотя я знаю, что между мной и концом кабинета очень небольшое расстояние Мне представляется, что кабинет исчез, и нет тут никакого предела Когда приходит Иоланда, мне кажется, что она пришла очень издалека Это название данной являвшейся материализованной фигуры Второй вопрос Заметили ли вы, что прежде материализуется это тело или одеяние? Имеют ли вы возможность наблюдать, как одевается Иоланда? Не заметили ли вы, что для своего одеяния она пользуется вашими вещами? Ответ Когда пар превращается в живое существо, я никогда не могу определить, что сперва образуется Сама ли фигура или ее одеяние Превращение происходит так быстро, можно сказать, мгновенно Что я не могу сказать, что появляется прежде, тело или одежда Иоланда, большей частью, подходит ко мне, как только материализовалась Ее приближение всегда возбуждает во мне некоторый к ней интерес Хотя я редко имею случай ее видеть Появление ее всегда неожиданно От того лишь, что я утрачуя чувства своей предельности И всякое появление представляется мне идущим издалека Что и возбуждает мое любопытство Я клала на нее руку и трогала ее волосы Но никогда не было у меня желания внимательно их исследовать На последнем сеансе она положила голову ко мне на колени И я чувствовал себя на руках ее волосы Плечи ее, локти ее, руки были голые Насколько я знаю, она никогда не брала ничего из моего туалета для своей одежды Однажды госпожа Фидлер заметила, что отделка ее юбки совершенно походила на мою Но тщательно осмотрев эту отделку Мы убедились, что она была чиста, слоена И лежала в комоде нетронутая После этого случая я во время сеанса всегда надевала юбки с темной отделкой Так как иоланда всегда появлялась в белом Когда Лейлу Это имя одной из материализованных фигур Появлявшихся на целой серии сеансов данных миссис-эсперанс Господину Хедлунду в 1889 году в Готенбурге Когда Лейлу фотографировали Я заметила при вспышке магния, что на ней была такая же шаль, какая есть у меня Подаренная моему отцу султаном Абдул-Азизом За какую-то оказанную ему услугу во время крымской кампании Точно же после сеанса я пошла отыскивать свою шаль И нашла ее тщательно сложенной на ее обычном месте В комоде под замком Третий вопрос Когда иоланда появляется между занавесок Ясно ли вы ее видите Что же вы тогда чувствуете И почему не отвечаете на вопросы Ответ Когда иоланда стоит в разрезе занавески И я могу ее видеть Я чувствую себя сонливый и равнодушный ко всему, что происходит Вероятно, причина тому моя слабость Полное бессилие, чем-нибудь занятие Когда ко мне обращаются с вопросом Мне нужно, так сказать, собрать мои мысли и силы Чтобы быть в состоянии ответить Я чувствую и думаю смутно, как бы во сне Я могу думать и чувствовать, но не двигаться Будучи как бы парализованный Четвертый вопрос Движение тела, рук, ног иоланды Производит ли какое воздействие На ваше собственное тело Ответ Всякое, сколько-нибудь резкое движение иоланды Производит во мне испарину Я не знаю, где она движется Только чувствую, что двигается Потому что знаю по опыту Что всякое усилие с ее стороны Более истощает меня Чем мое собственное Часто по окончании сеансов Я нахожусь в такой испарине Что бываю вынужден Все на себе переменить В нормальном же состоянии У меня, можно сказать, никогда не бывает испарина Когда я беру турецкие ванны То необходимо Сильно нагреть их Чтобы вызвать испарину Пятый вопрос Когда иоланда находится Совсем вне кабинета Знаете ли вы это? Что вы тогда чувствуете? Существует ли какое-либо отношение Какая-либо связь между ею и вами? Когда кто-нибудь из присутствующих До нее дотрагивается Или она сама кого-нибудь трогает Чувствуете ли вы это? Ответ Когда иоланда вне кабинета Я это знаю Но, может быть, потому Что Видела, как она вышла Когда она дематериализуется Вне Я чувствую, что становлюсь сильнее И заключаю из этого Что она ушла Но не могу сказать Что знаю это Как нечто несомненное Когда она дематериализуется Вне моего помещения Я не знаю Совсем ли она исчезла Или вошла в кабинет Так что я этого не видела Все, что я чувствую Когда она находится Вне кабинета Это нервный страх за нее За то, что она теперь делает Так как Ускользнув из-под моего надзора Она может сделать то Чего не следует делать Я никогда не думаю о себе Только о ней Точно как бы она была Ребенок Вверенный моему попечению Этого никогда не бывает Относительно других Материализованных фигур До тех Мне дела нет Они для меня ничто Несколько интересуют меня Пожалуй Но нисколько не беспокоят Когда Яланда Находясь вне кабинета До кого-нибудь дотрагивается Или кто до нее Дотрагивается Я всегда это чувствую Я не знаю Когда она просто трогает Какой-нибудь предмет Например, книгу, стол Но если она что-нибудь схватит Я чувствую Как мои мускулы Напрягаются Как будто схватила Это я сама Когда она окунула руку В растопленный парафин Я почувствовал Ощущение обжога Это происходило На одном из моих сеансов Я приготовил парафин Растопленный В горячей воде Чтобы попробовать Получить форму Руки Яланда Во время сеансов У мистера Хедланда Я помню Один вечер В который он Приподнял занавеску Посередине кабинета По-видимому В эту минуту Яланда попала Ногой на гвоздь Я тотчас же Почувствовал Боль в ноге А она ничего Не чувствовала Позднее боль прошла Вернулась Лишь в конце сеанса Несколько лет тому назад В Нью-Касле Она держала в руках Розан И укололась шипом Я тотчас же Почувствовал Укол в пальце За исключением боли Когда Яланде Случалось Ощущать ее Я не чувствую Чтобы между ней И мной Существовала Какая-нибудь связь Что касается До моего личного я Я отлично чувствую Что ничего не потеряла Кроме чувства Телесности Я знаю Что в присутствии Яланде Я не теряю Неспособности Мыслить Неспособности Рассуждать Напротив Рассудок мой Еще более Проясняется Хотя она Берет Часть моего тела Но я однако Знаю Что она Не завладевает Моими мыслями И способностями Шестой вопрос Были ли вы Когда в состоянии Видеть Яланду Когда она Находится В комнате Вдали от кабинета Раз шесть Я совершенно ясно Видел Яланду Вне кабинета Однажды В Нью-Касле Она подошла Ко мне Через третье Отделение кабинета Пройдя По всей комнате Я видела Как она Вышла И тогда Потеряла Ее Из виду И ничего Уже Не знала О ней Пока Она Не приблизилась Ко мне На расстоянии Несколько Футов Я Пошла С нею Она Обняла Меня За талией И помогла Мне дойти До органа Иногда Она Материализовалась Возле Меня Вне кабинета И тогда Я могла Ее Видеть Так же Как и Остальные Присутствующие Седьмой Вопрос Замечаете Либо Во время Сеансов Какие Нибудь Изменения В вашем Состоянии Телесном Или Умственном Которые Соответствовали Оба Явлениям Ответ Соответственно Образованию Призраков Их Исчезновения Или Движения Я испытываю Телесные Впечатления Как например Ощущение Пустоты Или Парализации Но Ощущения Эти Точно Проходят Как только Призрак Исчезает Что касается Моего Умственного Состояния То это Совершенно Напротив Живость В моих Впечатлениях Несравненно Сильнее В первой Фазе Явления Чем В нормальном Состоянии В котором Не бывает Ни материализации Ни призраков Я знаю Чувствую Все Что происходит Вне Кружка Я видела Что вы Отлучились Я знаю Что Кто-нибудь Ходит В какой Что бы то ни Было Части Дома И знаю Что Гораздо Яснее И Определеннее Чем В обыкновенном Состоянии Сноска Это Относится К следующему Случаю На одном Из сеансов Когда Все Уже Было Готово Миссис Эсперанс В кабинете Занавеси Опущены Все По своим Местам Освещение Установлено Только дверь Еще не Заперта На ключ Чем И воспользовался Я Чтобы выйти На минуту Из комнаты Не делая Ни малейшего Шума Когда я вернулся Мне сказали Что Миссис Эсперанс Воскликнула Нельзя Начинать Господин Оксаков Вышел Прибавляю Что медиум Сидел в кабинете Ко мне Спиною Благодаря Тому Что так Стояло Его кресло Нас Разделяла Одна Занавеска Но мой Стул Находился Около Левого Угла Кабинета Немного Позади Кресла Медиума Так что Он Не мог Меня Видеть Даже Если Бы В занавеске Был Просвет Я Слыхал Обои Часов На церковной Башни Могу Слышать Свиски Пароходов В гавани Так же И шум От проходящих Поездов Что невозможно В нормальном Состоянии Восьмой Вопрос Слышите Ли Что говорят Между собой Присутствующие В особенности Если вещь Идет Об Яланде Ответ Я слышу Разговоры Присутствующих И мне кажется Что я даже Знаю Что они Думают Когда кто Нибудь Говорит С Яланды На каком Бо-то Нибыло Языке Мне сдается Что я как будто Знаю Что они Хотят Сказать Я узнаю Не потому Что они Делают А потому Что они Думают Девятый вопрос Дотрагивается Дотрагивается До вас Когда Яланда И что Вы В таком Случа Ощущаете Ответ Когда я Трогаю Яланду Я чувствую Как будто Я трогаю Самое Себя Но так Как при этом Я ощущаю Четыре руки То и заключаю Что Руки Эти Не мои В одном Из сеансов Когда она Взяла Обе Мои руки Одну Чтобы держать Гитару А другую Для игры На струнах У меня Было Такое Ощущение Что я Играю Моими Собственными Руками Единственная Разница Только В том Что ее Руки Были Холоднее Моих Десятый Вопрос Дотрагиваетесь Ли вы До Яланды Всегда Когда Желаете И Настолько Насколько Желаете Очень Естественно Вам Желать Убедиться Что Перед Вами Настоящее Тело Ответ Я Дотронуться До Яланды Я Пробую Дотрагиваться До Яланды Только В начале Сеанса Позднее Всякая К тому Охота Всякий Интерес Пропадает Когда Я Протягиваю Руку Чтобы До нее Дотронуться Я Ровно Ничего Не Ощущаю Точно Как Будто Тут Ничего Нет Когда Занавески Раскрыты Я Конечно Вижу Что Есть Здесь Что То Или Кто То Но Позднее Когда Она Материализуется Полнее Я Перестаю Чем Либо Интересоваться Однако Когда Она Меня Трогает Я Могу Ее Чувствовать Я Не Помню Чтобы Когда Нибудь Находила Яланду У себя На Коленях В Большей Части Случаев Она Садится На Пол У Моих Ног И Кладет Голову Ко Мне На Колени Тогда Она На 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 Прето Ничего Не Чувствую Когда Она Становится На Мои Ноги Или На Мои Колени Я Не Чувствую Никакой Тяжести Живая Личность В Ростом Си А Ланду Никогда Б Не Могла Двинуться Как Между занавеской и мной двигаться И без того, чтобы я этого не заметила Одиннадцатый вопрос Видели ли вы когда, чтобы Иоланда материализовалась Или дематериализовалась в разрезе занавесок Как мы однажды это видели Что вы тогда чувствовали? Ответ Я никогда не видала, чтобы Иоланда дематериализовалась А только предполагала это по ощущению возврата моих сил Я ясно помню, как во время пребывания моего в христиании У меня было такое ощущение, что в комнате не достает воздуха И мне трудно дышать И вот раза два или три Когда я усиливалась глубже вдыхать в себя воздух То присутствующие говорили Теперь она, фигура, опускается в пол А однажды я нарочно с этой целью начала глубоко дышать И услыхала, как госпожа Фидлер сказала Вот она опять уходит в пол Двенадцатый вопрос Когда в конце сеанса Иоланда готовится уходить Чувствуете ли вы, что особенное в своем теле? Что вы чувствуете до и после сеанса? Ответ В конце сеанса я всегда думаю Как бы хорошо было взять ванну Так как обыкновенно я чувствую себя очень нехорошо По той полагаю причине, что Иоланда для материализации Заимствует и у присутствующих некоторое количество субстанций Которые отчасти возвращаются Тоже мне и производят Производят это чувство недомогания Теперь я всегда беру ванну до сеанса Но тогда я брала ее после И не думаю, чтобы это мне вредило А впрочем, наверное, не знаю Всегда перед сеансом, даже часов 8-9 ранее Я чувствую, как у меня по всему телу пробегают мурашки Когда я знаю, что сеанс готовится То ощущаю в пальцах особенного рода покалывание Как бы от прикосновения к электрической батарее Меня ничто уже не интересует Думать о чем-нибудь только утомляет Так что я предпочитаю не знать ранее о приготовляющемся сеансе После сеанса у меня обыкновенно бывает тошнота с орвотой Происходит это от того, что я поглощаю некоторые из элементов Присутствующих Заимствованных Иоландой без своей материализации В продолжении дня перед сеансом Я, насколько возможно, воздерживаюсь от пищи Недавно миссис Перанс рассказала мне Что во время опытов христиани в 1893 году Она была очень удивлена тем Что не испытывала своих обычных страданий Члены кружка воздерживались от вина и табаку В продолжении дня перед сеансом Я, насколько возможно, воздерживаюсь от пищи Тринадцатый вопрос Пробовали ли вы, когда удержать руками Саму Иоланду или ее вуаль? Очень естественно желать добыть кусочек ее одеяния Ответ Вот именно На этих днях, когда я взяла ножницы Чтобы отрезать у нее прядь волос Мне не удалось с ней справиться Она сильнее меня Впрочем, я никогда не пробовал ее удерживать Когда она сжимала мне кисти рук так Что я не могла пошевельнуться ими Пошевельнуть Мне было интереснее испытать ее силу Чем что другое Четырнадцатый вопрос Видели ли вы, когда Иоланду лицом к лицу? Ответ Когда она бывала со мной вне кабинета Лицо я всегда было закрыто вуалью Так что я не могла ее видеть Но в Нью-Кестле Я видела ее в среднем отделении кабинета Когда занавеска распахнулась И свет прямо упал на нее Я видела тогда ее плечи и руки Так же ясно, как руки и плечи всякого другого лица Было это во время одного из дневных сеансов Я видела француженку И впечатление у меня было такое Как будто я смотрела в зеркало Так она была похожа на меня Так называли фигуру, являвшуюся на сеансах Пятнадцатый вопрос Узнаете ли вы себя в Иоланде По лицу, по рукам Или по каким-либо другим сходствам Телесным или умственным Ответ Я никогда не замечала сходство со мной В чертах лица Иоланды Или лучше сказать Я никогда не имела случая судить о нем Шестнадцатый вопрос Не чувствуете ли вы, когда Что вы как будто находитесь в Иоланде Что ваше сознание как будто переносится в нее Или вы постоянно осознаете себя отдельно от нее Всегда самой собою На своем месте, в кабинете Можете ли думать и судить о том Что происходит вокруг вас Ответ Когда она до меня дотрагивается У меня такое ощущение Как будто я сама себя трогаю Я не чувствую себя частью Иоланды Напротив Чувствую, что она составляет как бы часть Меня самой Где бы ни была Иоланда Я однако знаю Что я Я И нахожусь на моем месте В кабинете Это для меня ясный непреложный факт И никто в мире не может поколебать эту уверенность Так она твердо во мне Это более чем простая вера Но хотя я это знаю и сознаю себя здесь И что эта часть Меня самой Дышащая и исходящая из меня Как будто освобождается из-под моей власти Она все-таки сознается мной Как нечто мне Принадлежавшее и перешедшее В распоражение другого лица Принадлежавшее и перешедшее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова